Министерство США обвинил основателя Тинькофф банка в сокрытии миллиарда долларов дохода после IPO в бытности гражданином этой страны до 2013 года. По этим обвинениям Олегу Тинькофф грозит до 6 лет тюрьмы, плюс крупный штраф. Сам Тинькофф заявил, что врачи диагностировали у него острую лейкемию, но с его бизнесом все хорошо. Как дорого может обойтись американское гражданство? Олег Тинькофф заявил о том, что врачи диагностировали у него острую лейкемию. В настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии. А в сообщении, которое Тинькофф разослал в разные СМИ, бизнесмен написал, что с его бизнесом все хорошо, и он теперь будет бороться за главное, за саму жизнь. Там прекрасная команда во главе с Оливером Хьюзом, председателем правления Тинькофф банка, и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен. Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силу на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку. На фоне этого сообщения снижение котировок расписок ТСС групп ускорилось. На московской бирже бумаги потеряли более 24%. Ранний минист США обвинил Олега Тинькова в сокрытии миллиарда долларов дохода и предоставлении недостоверных сведений в декларации. По этим обвинениям ему грозит до шести лет тюрьмы. Исходя из того, что известно, на данный момент проблемы у Тинькова возникли из-за того, что он не успел выйти из американского гражданства до того, как его компания вышла на IPO, причем разница составила всего несколько дней. Не менее интересно здесь и то же, насколько дорого может обойтись обеспеченному человеку отказ от американского паспорта Иван Медведев подробнее. Олегу Тинькову предъявленные претензии, как это говорится в России, по двум статьям. Обвинительное заключение по просьбе Бизнес-ФМ изучил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Первая – это годовая декларация, годная 10 церек по подоходному налогу. За 2013 год он говорит, что она там 200 тысяч, да, ну с чем-то. И в этом его первые обвиняют, что он занизил налоговую базу за этот год. А вторая форма – 88-54, это уже декларация подается в связи с тем, что он отказывается от гражданства. Человек, если выходит из гражданства, он указывает размер своих чистых активов. Если они превышают 2 миллиона долларов, то ему сразу это грозит, соответственно, взыманием налога на активы, как если бы они были реализованы за день до подачи заявления об отказе от гражданства. Еще раз, в США, если обеспеченный человек хочет отказаться от паспорта, все активы, которые принадлежат ему на этот момент, считаются как бы проданными. И за них нужно заплатить налог – около 20%. За три дня до выхода Тинькова из гражданства США компания TCS Group провела IPO в Лондоне, в результате чего сам Олег Тиньков в глазах американской налоговой стал богаче на миллиард. Но налоговой он об этом, судя по всему, не сообщил. Получается, Тиньков не успел выйти из гражданства. Продолжает заместитель руководителя практики структурирования бизнеса КСК Group Станислав Ляпцев. Есть там пример Фейсбука, когда некий миноритарный акционер Эдуард Саверин отказался от гражданства США, как раз перед IPO, и тем самым не заплатил этот налог на прирост капитала, и тем самым там чуть ли не 600 миллионов долларов путем этого сэкономил. То есть такие случаи уже были. Я думаю, что здесь в целом похожая ситуация. Почему он не успел? Ответа на этот вопрос нет. Среди версий – сложность процедуры или не совсем корректная работа юристов. По каждому пункту обвинения, которые предъявлены Олегу Тинькову, ему грозит до трех лет тюрьмы. Суммарно шесть. Но, по словам экспертов, и это не предел. Решать будет суд. А с учетом того, что в США именно за налоговые преступления можно получить срок больше, чем за убийство, учитывая то, что подобные процессы могут быть нарочито показательными, и с учетом того, что Тиньков из России, и более того, в 2018 году попал в кремлевский доклад Минфина США, то есть в список лиц, которые по версии Вашингтона считаются приближенными к Владимиру Путину, так вот, с учетом всего этого, перспективы Олега Тинькова многим наблюдателям кажутся весьма печальными. Другие считают, что Тиньков сможет избежать реального срока, закрыв все долги перед американской налоговой. От того, останется ли Олег Тиньков на свободе, во многом зависит и успех его бизнеса, потому как сложно представить себе какую-либо другую российскую компанию, бизнес которой настолько же тесно связан с личностью ее основателя и владельца. У Олега Тинькова это тянется еще с пивного бизнеса. Так вот, на новости о том, что у американских налоговиков возникли претензии к банкиру, 28 февраля акции TCS Group Holding в Лондоне обвалились почти на 11,5%. В пятницу материнская компания Тиньков Банка стала лидером падения на московской бирже. Стоимость расписок TCS Group на утренних торгах снизилась почти на 9%. Но клиентам банка не стоит переживать по поводу того, что происходит с самим бизнесменом, считает генеральный директор компании «Вандерблэк» Станислав Машагин. Надо не забывать, что банк это прежде всего технологии, это услуги. Они действительно во многих позициях делаются качественнее и современнее, чем другие финансовые институты. И, конечно, даже проблемы с учредителем не могут остановить работу или сделать услуги менее качественными. Но вот лояльность сохранять существующих клиентов и тем более привлекать новых будет намного сложнее. Поэтому бизнесу, конечно, будет нанесен еще больше урона, если не удастся отставить вот это доброе имя основателя. С тем, что имя Олега Тинькова именно доброе, многие бы поспорили. Но яркое, безусловно. Ну и в качестве послесловия. Вот что еще нужно знать всем, даже тем, у кого нет 2 миллионов долларов, о работе налоговой США с теми, у кого есть гражданство этой страны. Говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев. Американские граждане, они под колпаком у АРС, у налоговой службы США, 24 часа в сутки, когда иностранец заполняет, открывает счет в иностранном банке, он должен подтвердить, что у него нет гражданства США и других обязательств. Ну, например, русский открывает счет во Франции, например, или в Англии. Он должен подтвердить, что у него нет налогов в США, потому что Соединенные Штаты ЗОСК требует от всех иностранных банков, где бы они ни находились, выдавать всю информацию относительно американских граждан. Это гораздо более жесткий режим, чем обычный режим обмен информации. И, перефразируя главный слоган Тинькофф банка, дальше действовать будут они. Заявление Тинькоффа о том, что врачи диагностировали у него острую ликемию, спровоцировало новое обвал бумага его компании. По словам бизнесмена, диагноз был поставлен ему еще в октябре, но он долго не хотел раскрывать его. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...